Старая карта села Обшаровка. В прошлом оно называлось Новые Костычи. Здесь после 1861 года свободные крестьяне получили несколько десятин земли. Расставаться с ними очень не хотело местное дворянство. Наши дворяне очень долго боролись за уменьшение количества надельной земли, которая предоставлялась крестьянам, стремясь как можно больше земли сохранить в своей собственности, потому что в Самарском губернии основная ценность представляла плодородная земля. Уменьшить притязание дворян в специальном комитете по улучшению быта помещичьих крестьян старался Юрий Федорович Самарин, общественный деятель, философ и публицист. Отчасти ему это удалось. Свободные крестьяне и плодородность Самарской земли обеспечили губернии взлет после отмены крепостного права. Впрочем, реформа Александра II отразилась на всей стране. Реформа 1861 года, она придала мощнейший импульс экономическому развитию России. И Россия к началу 20 века вошла в десятку передовых капиталистических стран. После реформы личную свободу получили около 20 миллионов человек. Жизнь того периода отражают документы. Купчий на продажу крестьян, отпускные от крепостной зависимости, манифест об отмене крепостного права. Все они датированы 18-19 веком. Увидеть их можно в Самарском научно-техническом архиве до 19 февраля на выставке «Крестьянская реформа» в Самарской губернии. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События.